ПОЖАРНЫЕ БАННЕР В системе освещения уличной рекламы произошло короткое замыкание. Приступать к тушению до приезда электриков пожарные не стали. Дымящуюся конструкцию обесточили только спустя 15 минут. Как ни странно, но даже за это время баннер разгореться не успел. Пожарные приготовили ведро воды. Этого количества, по их предположению, должно было хватить, чтобы ликвидировать возгорание. Однако работы им всё же не нашлось. Как только электрики сняли напряжение, щит перестал дымиться. Убедившись, что рекламному баннеру уже действительно ничего не угрожает, пожарные уехали. Стоит отметить, что информационное полотно в результате этого незначительного ЧП осталось невредимо. Правда, оказалось без освещения. А примерно около часа ночи на улице Воронежской под колеса иномарки попал 31-летний пешеход. Для пострадавшего мужчины незамедлительно вызвали скорую помощь. Правда, уже через 10 минут стало понятно, что серьёзных травм у пациента нет. А на ногах он не стоит скорее от количества выпитого, нежели от ранений. В больницу мужчину медики всё же доставили с диагнозом сотрясения мозга. Как рассказала 29-летняя водитель Тойоты Краун, человек на дорогу шагнул в неположенном месте. Эффект неожиданности своего появления молодой человек усилил как мог. Дорога в этом месте оборудована металлическим отбойником, который, в свою очередь, имеет небольшой разрыв. Автолюбителям он практически не виден. Именно этой брешью и воспользовался прохожий, чтобы перейти проезжую часть. Скорость у Тойоты Краун была небольшой, по словам автолюбительницы, меньше, чем за минуту. До этого она свернула на Воронежскую с улицы Большой и толком разогнаться ещё не успела. Ещё один дорожный инцидент произошёл спустя час на проспекте 60-летия Октября в достаточно привычном для этого месте. В районе остановки Юбилейная водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, врезался в дорожное ограждение. Поговорить с шофёром и узнать обстоятельства произошедшего автоинспекторам не удалось. Водитель с места аварии сбежал. Для полицейских было очевидно только одно – тяжёлых травм у автолюбителя нет, по крайней мере тех, которые смогли бы его серьёзно дезориентировать. По поводу всего остального полицейским пришлось лишь строить догадки. Судя по всему, микроавтобус следовал со стороны Южного микрорайона. По какой причине водитель не справился с управлением, неизвестно. Иномарка протаранила многострадальное ограждение, а после заскочила на него словно на постамент. Похоже, что в машине находились два человека. Первым делом полицейские проверили, не значится ли эта машина в числе угнанных. Ответ оказался отрицательным.